Здравствуйте, дорогие телезрители! Сегодня, 22 января, неделя 32-я полупятидесятница по Богоявлению, Православная Церковь совершает память преподобного Ионы в схеме Петра Киевского. В 1802 году в семье Павла и Пелагея Мирошниченко родился сын, его назвали Иоанном. Родители Иоанна происходили из Мещан, Посада, Крюкова, Полтавская губерния, Кременчугского уезда. Семья Мирошниченко жила в бедности, и родители Иоанна не могли дать ему хорошего образования. Единственным, чему он научился, было чтение. Как большинство других детей, его сословия учился читать он по часословию, и псалтире. От природы он был одарен Господом высокими и богатыми умственными дарованиями и твердой памятью. С детства он любил чтение книг, особенно религиозно-нравственных, и читал очень много. Будучи с малых лет весьма набожным, Иоанн Мирошниченко очень часто посещал монастыри и первоначально поселился в качестве послушника у старца Серафима, известного всей России подвижника XIX века, жившего в Саровской пустыне Тамбовской епархии. Послушник Иоанн прожил на послушании у старца восемь лет. За это время он научился творению умной молитвы. Тогда и было положено основание его духовной жизни. Неслучайным был тот факт, что святой Серафим послал его к ученикам Паисия Величковского. Преподобный Серафим благословил Иоанну идти в Брянскую Белобережскую пустынь, куда согласно воле старца он поступил послушникам в 1836 году. Через семь лет, в 1843 году, Иоанн Мирошниченко принял монашество с именем Ионы и в 1845 году был рукоположен в Сан Иеродиакона. Проводя жизнь в обители, в суровых подвигах поста и воздержания, в постоянной молитве и богомыслии, Иона развил в себе высокую степень самоуглубления и самовникания, тщательно следил за своей внутренней жизнью и духовным развитием. Тут же он удостоился особого видения, повлиявшего на его дальнейшую жизнь, которое он понял как веление промысла взять на себя дело устройства на берегах Днепра нового монастыря. Он решил уйти в Киев. В 1851 году отца Иону встретил киевский митрополит Филарет, по его воле и желанию, в августе того же года Иеродиакон Иона был переведен в Киевский Никольский монастырь. Затем в 1858 году он был рукоположен в Сан Иеромонаха и через два года, в 1860 году, переведен в число братьев Киева-Выдубицкого монастыря, расположенного на одной из весьма живописных окраин Киева, на так называемом Зверинце. Уже в это время Иеромонах Иона выделялся своей духовной опытностью и благочестивой жизнью, и многие киевляне искали случая получить совет и наставление у отца Ионы быть его духовными чадами. Среди многочисленных духовных дщерей отца Иоанна была и супруга тогдашнего киевского генерал-губернатора, княгиня Васильчакова, весьма уважаемая отцом Ионой, много содействовавшая и помогавшая ему, особенно в построении Троицкой обители. В 1867 году построена была деревянная церковь во имя Святой Троицы, которая в 1871 году заменена обширным и великолепным каменным храмом. Княгиня Васильчакова пожертвовала от себя монастырю дачу в 55 десятин земли близ Киева. С этого же времени новый монастырь постепенно становится крупным собственником земли, частью путем пожертвований, частью путем покупки, где монахами ведется образцовое сельское хозяйство. В августе 1872 года отец Иона возведен в Сан-Игумена. Указом Священного Синода от 17 января 1886 года отец Иона назначен настоятелем Киева-Межигорского Спасо-Преображенского монастыря с возведением в Сан-Архимандрита. В резолюции киевского митрополита Яонике от 9 декабря 1899 года отец Иона по старости и болезни был уволен от управления Свято-Троицким монастырем и оставлен лишь настоятелем его. Несмотря на свой преклонный свыше 100 лет возраст, отец Иона почти до последних дней своей земной жизни сохранил бодрость духа и проявлял присущую ему энергию, всецело направленную на дело благоустройства Свято-Троицкой обители. Последние два года своей жизни он страдал неизлечимой и тяжкой болезнью, от которой и слег в постель после 1901 года. Несмотря на полный упадок физических сил, он почти до самой смерти принимал народ и оставил всем его знавшим высокий урок духовного бодрствования, самоотверженного труда во славу Божию. Глубокий старец, великий деятель Архимандрита Иона в схеме Петр мирно почил о Господе 22 января по новому стилю 1902 года. Жизнь и дела старца Ионы, прожившего свыше 100 лет, высоко поучительны и наглядно свидетельствуют, как много может достичь при энергии самоотверженной деятельности и любви к делу человек. Послушайте, дети, наказание Отча и внемлите, разумейте помышления. Дар Бог благий, дарую вам, моего закона не оставляйте. Так звучит завет старца. Со всей России к Отцу Ионе ехали люди, чтобы услышать его совет и получить благословение. Основанная им свято-троицкая обитель навсегда стала пристанью спасения, где царит дух смирения и послушания, дух искреннего братолюбия и всецелой преданности воли Божией. Дорогие братья и сестры, сегодня также совершается память святых мученика Палеевта Мелитинского, святителя Филиппа, митрополита Московского и всея России чудотворца, пророка Самея, святителя Петра, епископа Севастии Армянской, преподобного Евстратия Тарсийского чудотворца Игумена, священномученика Павла Никольского пресвитера. Всех, кто носит имена святых, прославляемых церковью сегодня, я сердечно и тепло поздравляю с днем тезаименитства. Будьте Богом хранимы, многое вам и благая лето! Субтитры создавал DimaTorzok